Девушки отдыхают Девушки отдыхают Это вы, консель Скорей сюда! Нет, дружище, помогите мне вытащить хозяина Он бесчувств Его надо растереть Он обчинен Давайте его сюда, на середину Вот так Третье Третье его сильней, консель Сейчас он придет в себя Консель... Хозяин звал меня? Ты здесь, друг мой? Где мы? Кто это с тобой? А, это Нед Лэнд Вас выбросило в море при толчке Да, господин профессор Только мне больше повезло, чем вам Я почти сразу выбрался на этот плавучий островок Или, чтобы быть точным, на вашего гигантского нарвала Говорите яснее, Нед И тут только я и понял, почему мой гарпун не мог пробить его кожи Это животное заковано в стальную броню Вы можете сами в этом убедиться Мы находимся на спине у вашего чудовища Как? Этого не может быть! Мы на подводном корабле! Он не двигался, пока вы находились на нем? Нет, профессор Ого, вот он и поплыл Не вершитесь, консель Пока он двигается по поверхности воды Мне нечего возразить вам Но если ему заблагорассудится нырнуть Я не дам и двух долларов за свою шкуру Нет ли здесь какого-нибудь люка или отверстия? А, мы погружаемся! Дети же нас! Погружаемся! Эй, ведь еволы! Пустите же нас! Открылась крышка люка И оттуда вышли восемь дюжих молодцов Они молча втащили профессора и его спутников Внутрь загадочного корабля Крышка люка захлопнулась И трое друзей очутились в полнейшей темноте Вскоре послышался шум отодвигаемых засовов Дверь открылась И в камеру вошли два человека Профессор заговорил с незнакомцем по-французски Он рассказал свою историю Не упуская ни малейшей подробности Назвал свое имя Представил своего слугу конселя И знаменитого гарпунщика Неда Ленда Высокий человек выслушал профессора Учтиво и внимательно Но ни один мускул не дрогнул на его лице И казалось, он не понял ни слова Тогда заговорил Нед Ленд И рассказал то же самое по-английски Результат был тот же Незнакомец выслушал всех трех И удалился, не ответив своим узникам Даже успокоительным жестом Нам необходимо что-то делать Бежать отсюда мы не можем Значит нам нужно завладеть этим судом Да что вы, Нед Неужели вы говорите серьезно? Вполне серьезно, профессор Я думаю, что на борту этого корабля Не больше двадцати человек Такая горшка людей не может устрашить Двух французов и одного канадца Я нападу на первого, кто сюда придет И таким образом расчищу вам путь Это рискованно Я слышу, Шильди Успокойтесь, Ленд И вы, господин профессор Вы нарушили мое уединение Невольно А разве ваш бригад Невольно гонялся за мной по всем морям? Вы понимаете, что я имею право обращаться с вами Как с врагами Я мог бы выбросить вас обратно в море И забыть, что вы когда-либо существовали И вы думаете, что я позволю вам без препятствия Навернуться на землю, где никто не должен знать О моем существовании как-то